Симфонические концерты Посетил приморскую столицу и директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Чтобы создать базу культурного центра региона, по словам маэстро, фестиваль должен жить и развиваться как минимум пять лет. В приоритетных задачах открыть дальневосточным любителям музыки все богатства мирового оперного и балетного театров, а также симфонического репертуара. Мы сразу подумали о том, что Мариинский театр на берегах Невы располагает как минимум сотни очень сильных спектаклей. То есть если пойти по пути перевозки сюда спектаклей, потом исполнение здесь этих постановок и потом возвращение их в Петербург, это один из возможных вариантов. И мы им пользуемся. Второй вариант, который мне кажется очень хорошим, создание спектаклей новых здесь, а потом уже показа тех, как в Санкт-Петербург. Маэстро также отметил, что программа фестиваля и репертуара театра в целом станет более насыщенной. Так балетная труппа приморской сцены уже в августе повезет своей постановке в Санкт-Петербург. Второй фестиваль еще важнее, чем первый. Если второй фестиваль покажет всем, что наш интерес был несколько временным и в основном рассчитан на эффекты. Первого показа обозначить, что мы взялись за работу, вот видите, мы даже фестиваль показали, ну а потом как-то спускать на тормозах, это было бы не очень достойно. Верди, Вагнер, Моцарт, по словам великого дирижера, основа для репертуара любого театра. Чайковский, Пучини, Глинка, Прокофьев, Шестакович. Мариинскому удается отвечать на все, даже самые изысканные запросы публики. Юного виртуоза из Китая Хэдзи Юя в России еще не слышали. Именно Владивосток стал первым русским городом для 18-летнего скрипача, уже покорившего мировые сцены. На своей скрипке «Страдивари» 1715 года Хэдзи Юй исполнил пятый скрипичный концерт великого Моцарта. Японская пианистка Канон Мацуда исполнила с оркестром озорной первый фортепианы концерт «Щедрина». Пианистку из «Страны восходящего солнца» зрители встретили так же горячо, как и в прошлом году на первом фестивале. То, что владивостокский зритель благодарный, заметил даже сам маэстро Гергиев. Культура меняет и облагораживает человека. Кинематограф, кино, художественное искусство – развиваться нужно всегда. Но именно музыка способна проникнуть в самые скрытые закоулки вашего сердца и настроить его на нужный лад. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.